Девушки отдыхают 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 и распространяются по всему телу в поисках поврежденных клеток. Похоже, вы играете в Бога. Бог создал человека несовершенным. Я могу сделать лучше. С вашим телевизором все в порядке. Не пытайтесь крутить настройки. Мы контролируем передачу. Мы контролируем размер по горизонтали и вертикали. Мы можем сбить вас с толку тысячи разных каналов или увеличить четкость до предела и сверх предела. Мы можем показать вам любой плод своего воображения. Мы держим под контролем изображение и звук. Вы испытаете трепет перед тайной, простирающейся от глубин подсознания до внешних пределов. Внешние пределы Новая порода Человечество давно ищет средства против смертельных заболеваний. Но что, если лекарство окажется хуже самой болезни? Стивен, сравнивать себя с Богом? В ролях Ричард Томас. Я не сравнивал. Я сказал, что улучшаю его произведение. Питер Аутербридж. Университетские чиновники сочли это кощунством. Будь осторожнее, если не хочешь потерять грант. Норман, я пошутил. У администрации нет чувства юмора. Тэми Исбелл и другие. У тебя тоже. Если я добьюсь успеха, университет заработает миллионы. Неужели они их упустят из-за горстки пуритан в Совете Попечителей? Власть в руках пуритан. Мне будет очень жаль, если тебя выставят. Я постараюсь выбирать выражение. Стивен, дай слово, что будешь придерживаться федеральных установлений. Мы тратим драгоценное время. Нанороботы готовы к испытаниям на животных. Стивен, только глупец повторяет свои ошибки. Автор сценарии Карл Розенбарк. Ты о чем, Норман? Программу чуть не закрыли, когда ты без разрешения провел. Пробы на тканях. Режиссер Марко Азапарди. Если бы не я, то ты вылетел бы с работы. Университет потерял бы миллионы. А твои нанароботы остались бы в истории, как пример провалившихся экспериментов. Хорошо, Норман. Я буду вести себя прилично. Дезинфекция закончена. Отличная презентация, мистер суперученый. Ты там был? Ты месяцами только о ней говорил. Я бы ни за что ее не пропустил. Технических деталей я не понял, но впечатление прекрасное. Замечание о Боге не показалось тебе кощунством? Ты немного переборщил, но эти твои крошки – настоящее чудо. Теперь тебе разрешат перейти к опытам на животных? Ты же знаешь эти комиссии по грантам. Нанароботы готовы к опытам не только на животных, но и, возможно, на людях. Вот они. Плавают в солевом растворе, невидимые простым глазом. Решение множества проблем человечества. Но прежде чем спасать мир, нам нужно поговорить. О чем? Можешь выйти отсюда? Можем поговорить здесь. В чем дело? Я пришел просить благословения. На что? Хочу жениться на твоей сестре. Она согласна? Мы поженимся через месяц. Она разрешила мне самому тебе сказать. Ты будешь моим шафером? Даже не сомневайся. Как ты решился? Это моя вторая новость. Похоже, у меня есть будущее. Какое будущее? Ты получил должность? Перед тобой новый преподаватель отделения социологии. Эти новости надо отпраздновать. Если подождешь немного, я схожу за шампанским. Не могу. Мне назначен переем у врача. Но я поймал тебя на слове. Хорошо. Поздравляю, Анди. Что показал рентген? Мы нашли причину ваших болей в спине. Отлично. И что это растяжение? Боюсь, все не так просто. У вас затемнение в области таза. Какое? Остеосаркома. Рак. Мне очень жаль. Но ведь его можно вылечить. Химиотерапией. К сожалению, опухоли в области таза плохо лечатся химией. А операция? Это возможно. Но поражена большая область. Резекция будет радикальной. Не важно, не важно. Я хочу оперироваться. Энди, прежде чем принять решение, вы должны знать, что придется ампутировать вам ноги до бедер. Конечно, существуют протезы, но вы должны знать... Это единственный вариант. Это единственный вариант. Сколько я протяну без операции? Трудно сказать. Сколько я проживу? Может быть, год. Стивен! Стивен! Энди, где ты был? Выглядишь ужасно. Я совсем не спал этой ночью. Да, такое бывает перед свадьбой. Что привело тебя в нашу часть кампуса? Относил бумаги в канцелярию. Решил тебя проводить. Я всегда рад компании. Что сказал совет? Разрешили испытывать нанороботов на живых существах? Пока молчат. Университет боится рисковать. А что, если бы смертельно больной человек согласился выпить таблетку с нанороботами? Тогда бы они согласились? Это не таблетка. Их вводят внутривенно. Неважно. Тебе разрешили бы сделать инъекцию безнадежному больному? Университет боится, что в случае неудачи потеряет финансирование. Ведь ты дал бы больному надежду выжить. Даже если бы ничего не вышло, это ведь не хуже, чем альтернатива, то есть смерть. Энди, что с тобой? Все, все в порядке. Я просто любопытствую. Ну ладно, иди. Пока. Привет. Привет, Джуди. У тебя все в порядке? Да, конечно. Просто немного нервничай из-за свадьбы. Я тоже. Но волноваться не о чем. Я уже заказала банкетный зал и нашла себе замену на время медового месяца. Мне вчера приснилось, что мы с тобой бабушка и дедушка. Было Рождество, к нам приехали внуки. Они разворачивали подарки и пищали от восторга. Я проснулась с таким теплым чувством. Я хочу застариться вместе с тобой. Я хочу застариться вместе с этим твой. Я хочу застариться. Да. Я повторила анализ и все равно не могу поверить. Опухоль уменьшилась на 90%. Я ничего не понимаю. Три дня назад у вас была большая опухоль. При таких темпах сокращения к концу недели наступит полная ремиссия. Этого не может быть. Как хорошо. Что это в тебя вселилось? Знала бы ты. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Как ты мог это сделать? Ты с ума сошел? Извини, у меня не было выбора. Нанороботы не опробованы даже на мышах. Кто знает, как они себя поведут. Ты сказал, что они готовы. Пробам на животных. Нет, ты сказал, что они готовы к испытаниям на людях. Я сказал, возможно, готовы. Это предположение, догадка. Не говори мне, что тебе не знакома эта концепция. Прости, что я спас свою жизнь. Иначе я бы просто умер. Ты все равно можешь умереть. Тебя могут убить нанороботы. Я прекрасно себя чувствую. У меня улучшилось зрение. Прибавилось энергии. Я никогда не был так полон сил. Вот, смотри. На этом месте 20 лет был шрам. Он исчез сам по себе. Стивен, твои нанороботы спасли меня. Так, как ты и говорил. Дело не в этом, Энди. Ты поставил меня в щекотливое положение. И себя заодно. Это положение мне нравится больше, чем смерть. А я не думаю, что мне понравится в тюрьме. Не волнуйся. Я сам их себе ввел. Тебя ни в чем не обвинят. Я живое доказательство, что твои нанороботы работают. Давай объявим об этом. Тебе не придется убивать еще два года на эксперименты. Энди, все будет совсем иначе. Прежде всего, ты вылетишь из университета за то, что вмешался в ход важного проекта. Потом тебя запрут в секретные лаборатории и до самой смерти будут тыкать в тебя иголками. Надо как можно скорее их дезактивировать. То есть убить их? А как отреагирует мой организм? Не знаю, но я не оставлю их внутри тебя, не зная, на что они способны. Я никогда в жизни так хорошо себя не чувствовал. Послушай, нанороботы меня защищают. Я не могу рисковать тем, что рак вернется. Он вряд ли вернется, Энди. Вряд ли. Я не позволю тебе их дезактивировать. Тогда зачем ты пришел? Признаться, я немного обеспокоюсь. Я хочу, чтобы ты за ними следил. Ты понимаешь, чем мы оборискуем? Стивен, ты мог бы спасать людей уже сейчас. Я твой лучший полигон для испытаний. Пользуйся этим, если хочешь, но я не дам тебе их убивать. Выбирай. Договоримся так. Я буду за ними наблюдать. Но как только что-то пойдет не так, я их уничтожу. Согласен? Согласен. ПОДПИСМЕНТЫ E-F-P-T-O-E-B-C-D-X-T-N-M-L-O-D Сделано в Тайване. ПОДПИСМЕНТЫ На той неделе будет гонка. На первый приз можно съездить в свадебное путешествие. Если начнешь выставляться на публике, подвергнешь риску весь процесс. Теперь я понимаю Кларка Кента. Ты пока что не супермен. Но я близок к этому. А нельзя обойтись без этих проводочков? Это нужно для контроля логического элемента. Логического? Через него наны общаются с компьютером и друг с другом. Они там что, разговаривают? Потому они и действуют так быстро. Они команда. Все подчинены общей цели. А ты можешь с ними общаться? Могу отдавать команды. Скажем от меня спасибо. Вряд ли в языке программирования есть такие слова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, смотри. Что ты делаешь? Мы же проводим испытания. Обнаружено повреждение тела. Режим восстановления. Восстановление окончено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прости. Давай, Джуди. В таком темпе я не чувствую нагрузки. В таком темпе? Обычно к этому моменту ты уже вываливаешь язык на плечо. Теперь уже нет. Я бегу вокруг и встречу тебя там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энди. Энди. Что на тебе нашло? В смысле? Ты таким не был. Каким? Только не сердись. Ты на что-то подсел? На что? Ты про наркотики? Нет. Хорошо. А то ведь ты в такой зоопарке. Работа, да ещё свадьба. Всё в порядке. Давай спать. Всё, спим. Я лучше посплю у себя. Что случилось? Да ничего. Просто ты не даёшь мне заснуть. А мне надо выспаться. Завтра родительское собрание. Джуди, хорошо, я не буду тебе мешать. Энди, что с тобой творится в последнее время? Если не наркотик, тогда что? Что ты имеешь в виду? Откуда в тебе столько энергии? Честно говоря, это начинает меня пугать. Хочешь, чтобы я стал тюфяком? Нет. Я хочу, чтобы ты стал тем, Энди, в которого я влюбилась. Субтитры сделал DimaTorzok Что ты здесь делаешь? Сегодня суббота. У твоих нанороботов нет выходных. Невероятно. Что это такое? Похоже на жабры. Кажется, нанороботы считают твою неспособность дышать под водой недостатком. Что нам делать? Дезактивировать их. Вот что. Эксперимент окончен. Зачем перчатки? Думаешь, это заразно? Не знаю. Мы ведь не дошли до опытов на людях, если помнишь. А ты как думаешь? Воздушным путем они не передаются, поскольку они запрограммированы на работу в команде. Они не сбегут из тела. То есть нет? Наверное, нет. Я подключусь к логическому элементу. Так, есть контакт. Теперь я дам им команду покинуть твой организм и дезактивироваться. Покинуть? Они выйдут со стула. Ты даже не заметишь. Постой, постой. Стивен, подожди. Сначала дай им команду избавить меня от этих штук. Разработанный мной язык программирования недостаточно сложен для этого. Лучше их дезактивировать, а от повреждений избавиться обычным путем. Это не повреждение. Знаю. Программа не завершена. Черт. Отменить команду. Отмена команды невозможна, пока работает программа. Этого не должно было быть. Лучше не говори. Не знаю. Может, их просто слишком много, и нужно время, чтобы до всех дошла команда на выход. Может, все нормально. Может быть, окей. Может. Слушай, знаешь что? Иди-ка домой. Поспи. Придешь утром, и я посмотрю, ушли они или нет. А я пока подумаю, как... Ты не можешь их остановить. Я этого не сказал. Я сказал, что мне нужно время. Иди лучше домой. Отдохни. А я тебе позвоню. А я тебе позвоню. А я тебе позвоню. Что такое? Новые изменения? Не знаю. Страшно болит затылок. Я всю ночь не мог уснуть. Дай взгляну. Ну, что там? Что? Две шишечки. Больно. Прости. Внутри какая-то жидкость. Что? Они двигаются. Что это? О, Боже. Это глаза. Нет. Так, Энди, раздевайся. А я все приготовлю. Неужели нет другого способа? Я пробовал глушить чистоту логических цепей, чтобы они не могли общаться. Они перешли на химическую передачу. Может, попробуем какой-нибудь? Яд? То, что им повредит, тебя просто убьет. А радиация? Ты же не хотел, чтобы рак вернулся. А электричество меня не убьет? Нет, если все отрегулировать. Прости, Энди, но это все, что нам остается. Ладно, давай. Я знаю, тебе не терпится, но ты должен знать, что происходит. Это электрошоковый прибор. Его используют в терапии. Он вполне безопасен. Я дам тебе ровно такую дозу, чтобы разрушить нанороботов. Иначе можно причинить серьезный вред. Скажешь, что это не так уж больно. Больно будет несколько секунд. Прикуси это, чтобы не проглотить язык. Так. Энди, ты готов? Ну, давай. Сейчас мы их выгоним. Приготовься. Пошел. Получается. Еще один раз. И им конец. Готов? Ну, давай, давай. Ну, давай. Ну, давай. Да. 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 connecting. Энди! Ну, как ты? Как будто неделю сидел на электрическом стуле. Как наши успехи? Они остались внутри? Боюсь, что да. Точно? Я взял кровь из разных частей тела. Они уже начали размножаться. Мы замедлили процесс, но скоро он снова наберет полную силу. Значит, нужно повторить процедуру и прибавить напряжение? Тогда что-то получится? Не выйдет. Ты слишком слаб для второй дозы. Ты чуть не погиб. Сердце не выдержит. Но и пусть. Все же лучше, чем жить уродом. Не сдавайся, Энди. Мы придумаем, как их победить. Энди, где ты был? В университете. Нам надо кое-что обсудить насчет свадьбы. Можно я зайду? Нет, нет, не нужно. То есть не сейчас. Я хочу принять душ и лечь. Лечь. Что-то случилось? Ничего, просто я устал. Хорошо. Береги себя. Джуди. Я тебя люблю. Помни об этом. Всегда. Я тоже тебя люблю. Спокойной ночи. Энди, что с тобой? Что случилось? Не знаю, что это значит. Что за чертовщина? Я обжегся. Они превратили часть клеток кожи в немотоцисты. Что? Немотоцисты. Стрекательные клетки, как у медузы. Они хотят сделать тебя неуязвимым к атаке и к медицинскому вмешательству. Я понял. Они воздвигают против меня барьер. И что теперь делать? Одевайся и приезжай в лабораторию через два часа. Они что-то серьезно во мне изменили, Стивен. Они удвоили защиту полости тела. Потрясающе. Потрясающе? И дико больно. Меня уже не починить. Да, доктор? Стивен. Я тебя не виню. Это я открыл ящик Пандоры. Энди! Не делай глупости. Мы можем во всем признаться. Можем попросить других ученых о помощи. Я на это не пойду и не хочу, чтобы Джуди запомнила меня уродом. Нет. Прости, Стивен. Так будет лучше. Энди! 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 Они не дают мне умереть. Ирония судьбы. Две недели назад я бы душу продал, чтобы сохранить жизнь. Кажется, это я и сделал. А теперь вот. Я хочу умереть, и не могу. Давай, теперь только ты можешь мне помочь. Чего ты от меня хочешь? Прекрати эту пытку. Не знаю, смогу ли. Ты сказал, что в прошлый раз я чуть не умер. Если поднять напряжение, мы убьем столько нанороботов, что они не успеют занять оборону. Когда мое тело изжарится, даже они не смогут меня воскресить. Энди, я не убийца. Я бы все равно умер. А как же Джуди? Стивен, посмотри на меня! Смотри! Во что я превратился? Думаешь, Джуди захочет выйти замуж за это? Что ты сделаешь с телом? Нужно его кремировать. Иначе все узнают, чем я стал. Замаскируй все под пожар в лаборатории. Не бойся, Стивен. Ты оказываешь мне услугу. Я сам. Сам это сделал. Я готов. Ну, давай. Мне так жаль, Энди. Не нужно. Ты не виноват. Скажи Джуди, что я ее люблю. Ты не виноват. Скажи, Василь. place& В ту нам. Иди ты. Хотите, Салона Шири путь мне нужно отчасти. Прощай. КОНЕЦ 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 Чёрт! Девушки отдыхают. За миллионы лет человек стал практически идеальным животным, но нельзя подгонять процесс, который отнял у природы столько времени, иначе можно сгореть в созидающем огне. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.